Ужасно расстроенный мальчик, не мог представить себе жизни без матери и горько плакал на ее могиле. В этот момент он почувствовал прикосновение женской руки на своем плече, что заставило парнишку вздрогнуть от неожиданности. Кевину было всего 6 лет, когда его мать погибла в результате несчастного случая. С тех пор он жил в приюте, так как отец давно ушел из семьи, а других родственников у бедняжки не было. Конечно, мальчику не нравилось жить в детском доме. Он постоянно мечтал о том, что однажды мама заберет его оттуда, чтобы он снова жил с ней. Другие дети смеялись над ним, дразнили, что его мать умерла и что он никогда ее больше не увидит. Тебе нужно посмотреть правде в глаза, Кевин. Забудь про маму, ты никогда больше ее не увидишь. Перестань быть плаксой, сказал один из его соседей по комнате. Тем не менее Кевин плакал целыми днями, а другие дети дразнили его еще больше. Ты такой нытик. Никто и никогда не захочет тебя усыновить, говорили они. Однажды детям из приюта разрешили погулять на улице в ближайшем парке. Пока остальные были заняты игрой, Кевин убежал от них и не оглядываясь, помчался в сторону городского кладбища. Кевин знал, где похоронена его мама, ведь он обещал, что будет как можно чаще ее навещать. Однако ему не удалось сдержать обещания, так как из приюта их практически не выпускали. Увидев мамину могилу, малыш сел на землю и заплакал. Я так скучаю по тебе, мама. Пожалуйста забери меня с собой, всхлипывал он. Я так одинок. У меня никого больше не осталось. Через несколько мгновений Кевин неожиданно почувствовал руку на своем плече. Он протер мокрые от слез глаза и оглянулся. Там стояла прекрасная женщина, а на ее тело падали солнечные лучи, отчего незнакомка словно вся светилась. Почему ты плачешь, милый мальчик? С тобой все в порядке, спросила она. У меня больше нет мамы. Я так скучаю по ней, грустно ответил Кевин. Мне очень жаль слышать это, милый. Где ты сейчас живешь, спросила женщина. В приюте, с грустью ответил ей Кевин. Я Сьюзан, сказала женщина, присаживаясь рядом с Кевином. Я прихожу на кладбище, чтобы навестить могилу своего сына, добавила она. Услышав ее имя, Кевин расширил от удивления глаза. Затем он наконец улыбнулся и взволнованно произнес, мою маму тоже так зовут. Женщина улыбнулась и проводила Кевина обратно в приют. На обратном пути Сьюзан заметила небольшой парк развлечений и спросила, не хочет ли мальчик туда пойти, на что Кевин, с радостью кивнул головой. Парнишка с удовольствием катался на карусели и ел мороженое вместе со Сьюзан. Затем добрая женщина отвела его обратно в приют и попрощалась со своим новым маленьким другом. Твоя мама любит тебя, милый. Никогда не сомневайся в этом, сказала она перед уходом. В тот вечер Сьюзан пошла в церковь и молилась о том, чтобы Кевин наконец обрел любящую семью. Когда она легла спать, ей вдруг приснился странный сон. Во сне ее покойный сын Адам передал ей записку с адресом Вашингтон-стрит, дом 43. Перед тем как проснуться, сын сказал ей, мама пожалуйста возьми меня с собой. Этот сон снился Сьюзан несколько раз за неделю. Обеспокоенная тем, что он может означать, Сьюзан рассказала обо всем мужу. Это так странно, дорогой. Мне снилось, что Адам отдает мне записку с определенным адресом. Он все время говорит, чтобы я взяла его с собой, сказала она. Что же это может значить? Что, Адам пытается тебе сказать, спросил ее супруг Ричард. Не знаю, но мне снится один и тот же сон, с тех пор как я встретила на кладбище мальчика по имени Кевин. Он навещал свою маму и сказал, что живет в приюте, вот я и отвела его туда, объяснила она. После этого разговора, Ричард и Сьюзан решили посетить адрес из ее сна. И правда в их городе оказалась улица Вашингтона, дом 43. Когда двое подъехали по указанному адресу, Сьюзан, с удивлением увидела приют, куда вернулся Кевин несколько дней назад. Сьюзан сразу же заметила грустного Кевина, сидящего у окна на первом этаже. Она показала мужу доброго мальчика, сказав, что это тот самый Кевин, которого она встретила на кладбище. Что ты там делаешь, милый, спросила Сьюзан у парнишки, который задумчиво смотрел на небо. Молюсь, чтобы мама забрала меня отсюда, ответил он. Сьюзан и Ричард посмотрели друг на друга и сразу поняли, что они должны сейчас сделать. Супруги решили усыновить Кевина и сделать все возможное, чтобы обеспечить ему счастливую жизнь. Кевин был поражен, что кто-то наконец захотел его усыновить. Еще больше мальчик обрадовался, узнав, что это были Сьюзан и ее муж Ричард. Бог ответил на мои молитвы, однажды сказал Кевин своим приемным родителям во время ужина. Моя мама забрала меня из приюта, и теперь я здесь, со своей семьей, улыбнулся мальчик. Бог ответил и на мои молитвы, милый. Когда я встретила тебя в тот день, я пошла в церковь и молилась о том, чтобы ты обязательно нашел любящую семью. Тогда я этого еще не знала, но я очень рада, что в итоге мы стали твоей семьей. Спасибо, что дал нам этот шанс, Кевин, улыбнулась Сьюзан, держа сына за руку. Субтитры создавал DimaTorzok